Зло в мире торжествует Действительно, кажется, что Вот этого человека надо срочно убирать Из мира Но его жизнь уже не имеет никакого смысла Но пора ее заканчивать Господи, почему ты медлишь? Да, у Господа другой суд просто И он щедр и милостив Господь Как говорит пророк Давид В 102-м столме Долготерпелив и многомилостив И вот Господь долготерпелив Он надеется На то, что этот человек покается И потому его терпит И как Премудрый все художник Как его называют Православные в текстах богослужения Складывает мозаику Или плетет ковер Так он складывает между собой Судьбы и действия людей Для того, чтобы Спасти каждого И если рядом с нами появляется человек Который делает нам какое-то зло То это тоже попущение Божие В этом есть некое задание нам У Премудрого Соломона Есть удивительные слова Бывает на земле и такая тщета Есть праведники А дана им участь в меру деяния нечестивцев И есть нечестивцы А дана им участь в меру деяния добрых Это промысел Божий Он нам не подвластен до конца Не понятен Бывает так, что приходит Александр Невский И наводит порядок А бывает так, что приходит Мамай Или Батый И наводит свой порядок Промысел Божий о каждой душе Вот в меру деяния другого человека Тебе дана Линия какая-то твоей судьбы И ты просто должен увидеть в этом промысел Божий И поверить, что Бог заботится о всех И о Александре Невском И о Батые тоже И поэтому он терпит Потому что для него Временная жизнь человека Значительно менее цена Чем его вечная участь И вы знаете Я как священник Думаю, любой священник Может об этом засвидетельствовать Сотни раз Был при покаянии Предсмертным человеком Который продолжил очень тяжелую жизнь Но искренне глубоко раскаивался Только перед наступлением Смертного часа И в конце концов Если бы мы подходили со своей меркой К тому Какого человека Как нам кажется Злодей надо убрать из жизни Мы бы Убили бы сразу Разбойника благоразумного И никогда бы не поверили Если бы мы писали Евангелие Что Христос скажет ему Сегодня будешь со мной в раю Потому что он Успел только кратко покаяться И исповедовать Что его смерть Законный результат Его неправедной жизни Злой жизни Мы по делам нашим приемлем Сказал он Помяни меня Господь во царстве твоем Поэтому Когда рядом с нами Мы видим Каких-то злодеев Которые живут долго И благоденствуют Господь ждет Их покаяния Вот нам надо к этому Относиться именно так Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok